Боевые победы Украины 2023. Украшение оккупационного флота. Плацдарм на левом берегу Херсонщины. В 20 примерно раз россиян больше, чем наших войск. Уничтожение логистики РФ и удар по Кремлю. В Москве россиянин не может чувствовать себя спокойно. Какие сверхсложные операции провели в этом году наши военные. Со времен Второй мировой войны такого не было. И какие возможности это нам открывает для дальнейших действий. Небольшой пожар, который за секунду превратится в большой взрыв. Волной снесет даже людей в нескольких километрах от его эпицентра. Так ярко будет пылать на этой неделе в Феодосии 112-метровый десантный российский корабль «Новочеркас». Столб дыма, от которого поднимется на десятки метров вверх. А площадь пожара вокруг составит даже больше квадратного километра. Преодолеть вражескую ПВО нашим военным удалось благодаря специальным тактическим приемам. А по кораблю, вероятно, отработали ракеты «Стормшадоу» и «Скальп». Таким образом, он стал 34-м в перечне поврежденных или уничтоженных российских кораблей с начала полномасштабной войны. А вот видео другой успешной украинской спецоперации на море. Дрон, который мчится вперед, несмотря на выстрелы вокруг. Прямо на таран разведывательного корабля Черноморского флота РФ «Иванфурс». Еще секунда, и цель поражена. Май этого года. Уже два месяца, как Россия вышла из зерновой сделки и атакует украинские порты. И даже не ожидает получить ответный удар. А он будет не один. Вскоре был удар с применением крылатых ракет и дронов по сухому доку Севастопольского морского завода. И были очень серьезно повреждены десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону». Сейчас якобы они пытаются восстановить этот «Минск». Но перспективы очень туманные. Военный прорыв совершила революционная украинская разработка. Дроны «Си-Бэби». Морские малыши кардинально изменили ситуацию в Черном море. Благодаря им были поражены еще два корабля «Суворовец» и «Оленигорский горняк». Аж в бухте Новороссийска. Эта операция украинских сил обороны доказала, что флот оккупантов не может чувствовать себя в безопасности даже на своей территории. Корабль находился на внешнем рейде в Новороссийске в пяти километрах от пункта базирования. И в ночное время морской дрон «Си-Бэби» сделал там огромную пробоину по левую сторону. Корабль принял много воды. Этот удар показал, что мы можем уже доставлять, проводить удары, применять силу на дистанцию до 750 километров от нашего побережья. Так что в этом году наш морской сезон был урожайным. Ведь по состоянию на данный момент потоплено или подбито 13 кораблей Черноморского флота оккупантов. По состоянию на сегодняшний день две трети Черноморского флота находятся в Севастополе. Одна где-то 20-25% находится в Новороссийске. А остальные части флота находятся в других пунктах базирования, например, в Краснодарском крае. Это позволило не только открыть новый зерновой коридор, но и защитить его от российских атак, нивелировать угрозу высадки российского десанта в Одесской области и отогнать подальше подлодки, атаковавшие украинские города ракетами «Калибр». По поводу обеспечения высадки десанта об этом даже и речи сейчас не идёт. То есть фактически сейчас Черноморский флот Российской Федерации, благодаря нашим действиям, лишён тех функций, которые он должен выполнять как Черноморский флот. Удалось отбить и другой важный объект, захваченный ещё в 2015 году. Так называемые вышки Бойко – буровые платформы у берегов Крыма. Операцией занимались бойцы ГУР, которые шли на шторм просто на лёгких резиновых лодках. Один из бойцов даже оказался в открытом море и провёл там 14 часов, после чего его спасли побратимы. Ну а сезон Бавовны продолжил другой мощный удар по временно оккупированным территориям. Так, почалось. Взрывы, взрывы, взрывы в центре города. Несколько мощных взрывов прогремели в Севастополе в сентябре этого года, уничтожив штаб Черноморского флота, в то время как руководство проводило там совещание. Благодаря многоуровневой операции «Крабовая ловушка» было уничтожено более 30 офицеров Черноморского флота, руководящий состав, который так трудно восстановить. Со времён Второй мировой войны не было аж таких поражений военной инфраструктуры, тем более ещё и штаба Черноморского флота. И это имиджевый удар очень сильный. Ещё одним российским поражением стал второй удар по Крымскому мосту, который доказал, что это сооружение в зоне доступа наших систем. Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло две минуты назад. Недостаточно защищённым объектом оказалось даже логово Путина – Кремль. То, что в него можно попасть дроном, стало настоящей сенсацией в мае этого года. Дронопад прокатился и по Москве, поразив даже элитные комплексы «Москва-Сити» и пролетев над российской рублёвкой. Один из украинских дронов был сбит лишь в 25 километрах от резиденции Путина – Бачаров ручей. «Удар по Кремлю нашими дронами, так же, как и по так называемому Крымскому мосту, это показало, что теперь даже в Москве россиянин не может чувствовать себя спокойно». Благодаря ВСУ не чувствуют себя спокойно россияне теперь и на левом берегу Днепра. Операция по форсированию реки началась ещё в октябре. Наши военные провели серию успешных атак, обустроив плацдармы в трёх точках. «Россиян больше, чем наших войск, в 20 примерно раз. То есть мы небольшим количеством людей заставляем россиян держать большое количество своих военных в этом месте и не отсылать их на другие участки фронта». «Так что эта операция может стать важным элементом в освобождении оккупированного юга, ведь дальше может открыться путь на Крым. По последней информации, ВСУ не только успешно отражают многочисленные атаки россиян, но и расширяют плацдарм». «Когда мы там сделаем плацдарм не менее 20 километров вдоль берега и 20 километров вглубь временно оккупированной территории, такой условный квадрат 20 на 20, тогда туда можно перемещать уже значительно большее количество войск». И это вполне может осуществиться, ведь в этом году удалось прорвать не только российскую оборону, но даже российскую границу. Объединившись, такие операции провели организации «Легион свобода России» и российский добровольческий корпус, зайдя в Брянскую и Белогородскую области РФ. «РДК так или иначе всё равно связаны с Украиной, хотя они действуют от своего имени и считают, что они борцы с режимом Путина. Но так или иначе мы знаем, что они всё же определённые связи с Украиной имеют». Официальной целью этих походов было создание так называемой полосы безопасности для защиты украинцев. Проще говоря, чтобы русская артиллерия не могла обстреливать приграничные населённые пункты. В глубоком тылу России удалось провести ещё две невероятные операции. На этот раз этим занималась служба безопасности Украины. В конце ноября на важнейшей логистической ветке России Байкало-Амурской магистрали прозвучит несколько взрывов. Один прямо в Северномойском железнодорожном туннеле. «У Российской Федерации очень мало железнодорожных путей. Фактически там один или два, которые объединяют европейскую часть с Дальним Востоком и Сибирью. И вот это тот путь по отдалённым районам Российской Федерации, через который они сейчас доставляют боеприпасы, в том числе и с Северной Кореи, потому что он связан и с Китаем, и с Северной Кореей». Но это была всего лишь одна часть операции. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через так называемый «Чёртов мост». Именно там, в поезде, который вёз 40 цистен с горючим, также сработало взрывное устройство. «Это, я думаю, очень существенно повлияло на российское военное политическое руководство. Я думаю, что они были в шоке. Это означает, что нет в Российской Федерации территории, до которой не дотянулись бы наши руки». По официальной информации, в этом году ВСУ освободили около 250 километров украинской земли. Армия же России, наоборот, в 2023-м не достигла ни одной военной цели, поставленной своим руководством. Катерина Павловская, специально для марафона на телеканале Freedom.